МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире новости на своем. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О чем нам рассказывают беженцы из Донбасса? Экологичная, бюджетная наша. Зачем местные производители выпускают хлеб с добавкой из крови быка? Стройки своим чередом обновления социальных объектов. В крае идет по плану. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне Владимир Путин провел совещание по поддержке регионов. Губернатор Владимир Владимиров рассказал, о чем шла речь на видеоселекторе. Глава государства анонсировал увеличение мрот, пенсий, пособий, прожиточного минимума и зарплат бюджетников. Остаются все ли и задачи нацпроектов? Президент также поручил главам легионов оперативно мониторить розничные цены на товары первой необходимости и лекарства. Дальше, конечно же, точечной поддержки бизнеса. Сегодня рвутся логистические цепочки. Сегодня очень большая проблема связана с оборотными средствами. Сегодня президент дал прямое поручение прекратить все проверки бизнеса. Дополнительными полномочиями губернаторов наделил. Это все направлено только для одного. Для оперативного решения возникающих ежедневно проблем от лекарственных средств до продовольственных товаров. И дальше это уже программа развития, связанная с активизацией инвестиционной деятельности именно в рамках импортозамещения. Ну а наши журналисты заглянули на пищевые производства. Что там? А там предприятия готовы перестраивать свою работу. Что думают о новых реалиях сами производители? И что за такие добавки с кровью быка должны сделать наш хлеб и нас здоровее? Виктория Шкальная сейчас расскажет. Сейчас у нас осталось здесь 9 минут до выпекания. Здесь печка, электроника, все задается, время, температура, парует печка. Практически вот, видите, пар идет. В хуторе Андреевском к выпеканию хлеба подходят с особым трепетом. Хотя и помогают специалистам во всем машины, главный компонент – внимание к продукту. И, конечно, натуральные ингредиенты. На этом заводе пошли дальше и создали не просто вкусный, а еще и полезный хлеб. Чудо-булочка – так назвали эту малышку на производстве. Это не просто десерт, а настоящая профилактика многих болезней. Она обогащена железом, йодом, кальцием и необходимыми пищевыми волокнами. И говорят, что если съедать одну такую булочку в день, то можно обогадить организм микроэлементами. Секрет в специальной пищевой добавке – сыворотка, яичная скорлупа, кровь, крупного рогатого скота и йод. Правильная рецептура и обычная булочка готова заменить до 40% суточной нормы необходимых человеку микроэлементов. Должно быть все натурально. Почему? Потому что вот даже когда мы начинали уже на рынок России, было много предложений различных. Мы писали био, добавки, но они, к сожалению, были в основном импортные и практически химия. Здесь химии ноль. Всего же здесь производят до 5000 хлебобулочных изделий. Закрома пекарни позволяют хранить недельные запасы сырья. Большинство продуктов от местных аграриев. Но даже при отсутствии импортных поставок производители планируют оперативно перестроиться. Единицы, то, что мы закупаем импортно, это вот семена проросшей ржи и пшеницы. И все остальное, все наше. Стать независимыми от внешних поставок – вот одна из главных задач ставропольских производителей. И поможет в этом господдержка. В текущем году на федеральном уровне одобрена поддержка для хлебопеков. Поддержка позволит компенсировать затраты производителям хлеба, хлебобулочных изделий, связанные и с закупкой сырья, и в том числе с затратами, связанными с реализацией. Мука – основное сырье и на этом производстве. В сутки завод выпускает до 50 тонн продукции. Это более 20 видов макарон на любой вкус. Готовое тесто проходит через специальные матрицы. Они-то и создают форму будущему гарниру. После формовки теста сюда поступают уже готовые макаронные изделия. Они пока еще не сухие. Это можно увидеть. Им для полной готовности еще нужно выдержать до 6 часов. И по таким отсекам они отправляются в большие сушильные камеры. И вот уже готовые макароны отправляются на фасовку. Удержать цены на социально значимые продукты сейчас важнейшая задача. Пишевые предприятия проявляют социальную ответственность и преимущественно работают по договорам, заключенным ранее. И стараются они сотрудничать с фирмами, которые могут быть однодневками или которые могут просто скупать продукцию в целях ее перепродажи. А продолжают следить за продовольственной безопасностью края Виктория Шкальна и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. И за дня в день мы продолжаем рассказывать истории беженцев из Донбасса. Наша телекомпания вместе с неравнодушным бизнесом решили их поддержать. Это не реклама, а нормальное человеческое отношение к чужой беде. Екатерина Сегида тоже присоединилась и отправилась в предгорный округ. Татьяна с дочкой Алиной жили в станице Луганской. Там дом, работа, хозяйство. Привычные будни оборвались в одночасье. Мы 2,5 суток в подвале просидели. Возле нас, там 7-8 домов от нас, взорвали газопровод. У нас попадали ящики, полки, все попадало со стен. Это 18 февраля было вот этого года. И 18 числа объявили эвакуацию. Бежали спешно, ведь на кону была самая главная – жизнь. Что успели вообще захватить? Ничего, вон один чемодан у нас стоит и все. Потому что в истерике, в панике, в слезах. Теплые куртки, теплые сапоги, шапки, трусики, носочки, две футболки. Я пижаму, она даже пижаму не взяла. И вот в спортивных костюмах. Сейчас женщины потихоньку привыкают к мирной и тихой жизни. Но дается это с трудом. До сих пор невольно вздрагивают при любом громком звуке. Вот этот страх, который есть сейчас. При малейшем, малейший свист, летит самолет. Вот. И единственное, что хочется сделать, это спрятаться. И вот сколько бы, мне кажется, лет не прошло, все равно вот эти чувства, они никуда не деваются. Татьяну с Алиной позвала к себе давняя приятельница из станицы Есентукской. Тамара Авраамовна, как только услышала по новостям, что в Донбассе вновь начали стрелять, не мешкала ни минуты. Позвонила и предложила приехать. Первая ночь вообще мы не спали. Вообще они как этот, вообще не спали, разговаривали. У них все трясло, у них вся красная, все слезла. До сих пор у нее чуть один разговор, и слезы текут, и текут, и текут. Вы готовы помогать? Я говорю, до последнего. Свою посильную помощь беженцам из Донбасса оказали и сотрудники мясокомбината «Олимпия». Они передали Татьяне и Алине продукты в рамках проекта своего ТВ «Поможем вместе». Спасибо огромное, хочу, у меня даже просто слов нет. Оказать поддержку людям, которые попали в такую непростую ситуацию, может любой желающий. Главное помнить, что нести гуманитарную помощь нужно только в официальные пункты приема. Так, в станице Ясентукской он находится в ДК, на улице Садовое кольцо номер 5. В помещениях все заставлено коробками и мешками. Игрушки, детское питание, продукты, вода, предметы, личные гигиены. В основном это просто люди, которые хотят помочь, оказать. Мы не ожидали, что столкнемся с такой отзывчивостью, но на самом деле люди откликнулись и пришли нам на помощь. Ну вот третью машину мы уже будем формировать. На самом деле очень много помогают, очень много сочувствуют, чужой беды не бывает. Из предгорного округа беженцам отправили уже более 25 тонн гуманитарки. Ну а сами уроженцы Донбасса продолжают верить в то, что скоро можно будет вернуться домой. Надеемся на то, что это все закончится. Очень хочется, чтобы вот конкретно сказали, не будут больше стрелять, все, точно не будут стрелять. И все, мы готовы идти ехать и разбирать эти руины, и все восстанавливать в меру своих возможностей и сил, участвовать во всем абсолютно, только чтобы не стреляли. Они остаются в стороне Екатерина Сегеда и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Переходим к актуальной информации по коронавирусу. С инфекцией справились еще 1306 ставропольцев. Общее число выздоровеющих приближается к 176 тысячам. Об этом сообщил губернатор Владимиров в соцсетях. За минувшие сутки плюс 264 заболевших, 5 человек скончались. Снизить угрозу со стороны вируса помогает вакцинация. В этом году обновят еще один участок водной магистрали Изобильной Рыздвяны-Рождественская. Реконструкция проходит вблизи хутора Спорного. Специалисты сварили почти километр стальных труб. Водоснабжение улучшится у 10 тысяч жителей Изобильненского округа. Завершить ремонт планируют летом. О других новостях края в нашем обзоре. В селе Заветном строят ясельный корпус на базе местного детсада. Учреждение примет 70 воспитанников. В двухэтажном здании обустроят зал для музыкальных и физкультурных занятий. Территорию вокруг яслей благоустроят, сообщили в Управлении по инфорум политики правительства региона. Работы проходят по нацпроекту «Демография». Завершить их планируют в этом году. В селе Октябрьском отремонтируют врачебную амбулаторию. Специалисты заменят кровлю, установят современные окна и двери, приведут в порядок внутренние помещения и обновят коммуникации, сообщили в Управлении по инфорум политики правительства региона. Работы пройдут в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году отремонтируют участок трассы Изобильный Староизобильный Смыков. Там обновят свыше 11 километров покрытия, сообщили в региональном Миндоре. Также приведут в порядок съезды и примыкания, установят знаки и укрепят обочины. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Великий пост идет уже вторую неделю. Сегодня в эфире «Полезная программа» мы сделаем акцент на питании. Чем можно заменить продукты, которые нельзя употреблять в пост? Что вкусного приготовить? Расскажем после прогноза погоды. Ну а больше новостей ищите на нашем сайте stv24.tv. Также мы есть во всех социальных сетях. Подписывайтесь. А у меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на четверг, 17 марта. В центральных территориях края продолжается дождь со снегом, а весны по-прежнему так и нет. Прохладнее всего в Ставрополе до минус трех. Световой день 11 часов 58 минут. Луна продолжает расти, а магнитное поле спокойное. Обратите внимание, температура от ветра по ощущениям будет как минус 6, минус 7. На курортах Кавминвод все еще холодно и сильный ветер. Как и накануне полюс холода там в Кисловодске. Ночью до минус 12. А днем даже по ощущениям, как минус 10. Ну, конечно, такое. Север и восток края без осадков, а на востоке днем около нуля и слабый ветер. Вот же повезло. Поэтому как на градуснике, так и по ощущениям. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин